Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Людмила Захарова, директор региональной общественной организации Еврейский общинный культурный центр Рязанской области Хесет-Шува. Здравствуйте! Здравствуйте! Людмила Ароновна, расскажите, какой деятельностью занимается организация и как расшифровывается ее название? Хесет – это «милосердие», перевод севрита, помощь, поддержка. В общем, организация «милосердие». Шува – это возвращение к своим корням, передача детям и внукам еврейской традиции. То есть мы такая организация, которая развивается по двум направлениям деятельности. Это оказание социальных услуг, социальных проектов, реализация различных инициатив благотворительных в области помощи нуждающимся. И организация, которая развивает на территории Рязанской области, рассказывает обществу о своей культуре, о своих традициях, о том, какие у нас есть известные люди. Мы делаем выставки и концерты. И вот мы вот такие для всех. То есть мы делаем много всего по разным направлениям. Есть у вас какой-то девиз? У нас девиз – организация, которой не все равно. Вот мы считаем, что наша организация, которая не все равно на то, что происходит в городе, на то, что происходит в регионе. Я родилась в Рязани. Очень люблю свою малую родину. И нам не все равно, что происходит с людьми на территории города, области. Нам не все равно, если мы хотим рассказать о своей культуре и традициях. Нам не все равно, когда кто-то хочет переписать историю и пытается умолить роль Красной Армии. Мы стараемся сделать все, чтобы это не происходило. Участвуем в различных семинарах, выставках. Мы рассказываем детям и молодежи о том, что сделала Красная Армия для освобождения, для прекращения Холокоста, для освобождения еврейского населения на территории, где уничтожали наш народ. То есть вот мы такая организация, которой не все равно. С какого года она начала работать? Мы начали работать в 2000 году. То есть на следующий год нам уже будет в октябре 20 лет. Зарегистрировались в 2001 году. И вот уже два десятилетия работаем на территории нашего региона. За это время чего уже удалось достичь? Может быть, какие-то интересные проекты у вас появились? Вы знаете, даже не перечислить того всего, что мы достигли, мы начинали вообще с нуля. То есть мы снимали маленькую комнатку. Сначала собирали еврейское население, чтобы вообще понять, кому что нужно. Потом мы создавали различные проекты. И уже в 2006 году мы выиграли президентский грант. Они тогда только начинались. На межнациональный проект «Мы разные, мы вместе». Потому что, опять же, нам не все равно, что будет с сохранением национального мира в нашем регионе. У нас очень много социальных проектов. Это проект «Сиделки», «Уход на дому», проект «Реабилитационное оборудование», проект «Мы снабжаем людей различными памперсами и другими средствами ухода». У нас есть проект, я даже не знаю, экскурсий. Мы стараемся помочь пожилым людям социализироваться. Есть много различных детских проектов, семейных проектов. У нас есть Центр взаимной поддержки семей, как сейчас говорят, из зоны риска, чтобы люди друг другу помогли лучше жить. У нас работает психолог, который помогает осознать, что все проблемы, они не только от внешней среды, в основном все-таки они внутри нас. И вот даже не перечислить всего того, что мы делаем. Два года подряд мы выигрываем президентские гранты на социальные проекты. Мы тесно работаем с Министерством территории информационной политики. Они стали такими нам родными людьми, потому что они нам помогают, они нас понимают и повсячески пытаются помочь реализовать наши инициативы. Почему именно ваша организация поддерживает такие социальные инициативы? Когда-то, когда мы начинали, мы тыкались, учились, мы просто не понимали, как работать, как это нужно, как это важно, и нас учили. Мы ездили, знакомились с израильской методикой работы социальных служб, как там относятся к инвалидам, как делают все для того, чтобы пожилые люди чувствовали себя важными и нужными. Есть очень много возможностей, не затратив вообще денег, сделать жизнь пожилых людей полнее и более качественной. И вот когда мы сами этому научились, поняли, что вот нам жалко работать внутри еврейского населения, ну, евреи – члены их семей, семьи смешанные, понятно, нам просто жалко держать эти знания внутри. Вот их было так много, что мы приняли для себя решение, что мы работаем для всех, потому что здесь живут все общества из разных национальностей, и мы хотим делиться тем, что мы знаем с окружающими. И вот так мы стали работать для всех, и наши социальные инициативы, идеи и какие-то инновации мы стали реализовывать для всех желающих, кого мы могли, конечно, обслужить. В этом году вы выиграли президентские гранты. Расскажите, на что они пойдут? Мы выиграли в этом году президентский грант на комплексный проект. Вот здесь у нас есть буклеты по комплексному социальному обслуживанию пожилых и инвалидов «Патронаж 21 века». То есть для меня главное в этом названии, что это «Патронаж 21 века», потому что сейчас уже мир изменился, люди изменились, мы изменились, и требования к качеству жизни, даже внутренние, неосознанные у пожилых людей, они изменились. И поэтому называется комплексный, что там очень много всего. Там и сиделки, то есть посещение патронажными работниками пожилых людей, там и генеральная уборка. Ну вот вы представьте, живут пожилые люди, у них не хватает сил, желания. Если депрессия, то желания, если болезнь, то силы возможностей. И уже окна не такие чистые. И где-то посреди не убрано, конечно, а наверху уже никто не смотрит, где там пыль. И вот когда мы совершенно бесплатно в рамках проекта приходим, предлагаем им, а давайте мы вот у вас принесем весну и солнце в ваш дом, конечно, соглашаются, и люди говорят, что они молодеют. Надо видеть их лица, они совершенно меняются, начинают блестеть глаза, и депрессии куда-то уходят, потому что чистота, она способствует улучшению настроения. Ну, кроме того, наши люди, когда убирают, они разговаривают, человек уже чувствует себя неодиноким, нужным, и это очень важно с психологической точки зрения. Там есть диспетчерское социальное сопровождение. Вот это не телефон горячей линии. То есть телефон горячей линии, когда вот вам позвонили, и вы что-то там услышали в ответ или какой-то совет, и на этом все общение закончилось. То есть диспетчерское социальное сопровождение – это значит, что с пожилым человеком, который позвонил, поговорят, расскажут, то есть информация самая дорогое. Это мы все спросили у Гугла или у Сирии, есть ли айфон, да, и все узнали. А люди, которые не пользуются благами цивилизации, вот интернета, для них это все, ну, очень сложно, потому что сейчас, ну, идти в библиотеку, искать справочники, где вот искать информацию человеку. И мы помогаем, мы рассказываем, как работает их поликлиника, когда принимает какой-то врач, какой телефон. Если нужна помощь в вызове аварийной службы, мы тоже помогаем. Или, например, вот звонит бабушка и говорит, вот сына нет 4 дня, а я из дома не ухожу. Вот куда звонить? Вот ей плохо, она не знает, куда обратиться. Хотя уж вот телефон милиции, мне кажется, знают все. Мы в этом помогаем. Если надо, мы сами позвоним в милицию. Или, например, звонит, вот вчера же звонила женщина, спрашивала, вот у нее пенсия 8 тысяч, хотелось бы помощи, куда обратиться? А вот что есть у нас в Рязани для помощи вот таким людям, которым нужна какая-то поддержка от социальной защиты? И это мы узнаем и говорим. Я считаю, что это очень важная часть проекта, потому что человек, ну вот, например, даже если его обслуживает комплексный центр социальной защиты, ушла сиделка, на этом все закончилось. Он остается один. Куда позвонить в случае, вот, знаете, позвонить, даже посоветоваться человеку некуда? И вот это такой телефон социального сопровождения. Если нужно, мы с этим человеком даже подъедем и поможем решить ему эту проблему. Такая у нас часть проекта. Есть еще посещение волонтерами серебряного возраста, то есть пожилыми людьми, тех пожилых людей, инвалидов, которые не выходят из дома. Надо видеть глаза вот и тех, кто пришел, и тех, к кому пришли, когда приходят и, я не знаю, поздравляют с днем рождения, с какими-то праздниками. На 9 мая, вот, на День Победы очень многие люди у нас ходили. Мы помогаем волонтерам с транспортом, конечно, если это далеко. Мы помогаем, ну, с какими-то сладостями, если они идут. А все дальше – это вот такая потребность у людей помогать друг другу, и мы стараемся их соединить. Есть проект в проекте, который я очень люблю. Он называется «Дневной центр», а название этого дневного центра – «Дом, где тебя всегда ждут». Ну, я не знаю, мне кажется, что из всех проектов, которые мы реализовали за 20 лет, он самый, наверное, самый любимый. Мы его создали для людей, которые могут к нам прийти. И там есть внутри множество всего. Там и мы рассказываем о здоровом образе жизни, и о культуре, и есть, там работает психолог с группами, кто приходит по израильской методике сохранения памяти и уственной активности. Там есть различные творческие мастерские для развития, опять, моторики, то есть, соответственно, сохранение памяти и активности. Это и социализация, там и гимнастика для пожилого возраста, и диеты, и экскурсии, и чего там только нет. И это реально людям помогает жить. Вот у нас есть, мы говорим, старшая группа. В этой старшей группе люди от 86-7 до 99 лет. И вот эта старшая группа, ну вот представьте, почти 100 лет, они приезжают, они танцуют, они поют. Для них это жизнь. Вот когда спросили, а что для вас дневной центр? Мы просто пытались взять интервью у людей и записать для себя реакцию тех, кто участвует в проекте. И люди говорят, дневной центр – это сама жизнь. У вас проходит очень много мероприятий. Расскажите о наиболее интересных и любимых вами. Ну вот наиболее любимые мероприятия у нас, наверное, все-таки проходят в рамках дневного центра. Подключаем к занятиям, ну или к мероприятиям в дневном центре людей дистанционно. У нас для этого есть интерактивная доска. Мы подключаем их через интернет, чтобы люди, находящиеся дома, не чувствовали себя одинокими. Да, мы можем подключить только семь, ну максимум восемь человек, больше не выдерживает скайп. Но тем не менее для этих восьми человек стены их квартиры раздвигаются, и они начинают жить такой жизнью, как они бы хотели. То есть они ощущают себя в обществе. Это социализация и чувство нужности для пожилого человека, наверное, сейчас самое важное. Какие у вас планы на будущее? Вот их громадью, этих планов на будущее, мы очень хотим и уже начали работать с Министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области с возможностью компенсации наших затрат по 442-му закону. То есть это мы оказываем и услуги по уходу на дому, и услуги дневного центра, это называется услуги полустационара, за счет бюджета государства для всех желающих. Мы уже начали работать, и мы продвигаемся в этом направлении. Очень хотим стать частью этой системы и распространить наши технологии социальные на как можно большее количество людей, потому что это улучшает качество жизни населения. Мы, понятно, что мы хотим участвовать дальше в конкурсах президентских грантов с нашими новыми идеями и технологиями, мы хотим организовать для пожилых людей возможность выбирать экскурсии по желанию. То есть, например, вот я только вчера случайно выяснила, что у нас море желающих поехать в Касимов. А так как я в Касимове бываю часто, то меня это удивило. Ну, оказывается, не куда-то там за границу, не на Кипр, а просто в Касимов. И теперь, так как мы не коммерческая организация и ищем разные источники финансирования, я думаю, что мы найдем человека, желающего поддержать эту идею, оплатить автобус, чтобы мы могли отвезти пожилых людей в Касимов, посмотреть на красоты этого города. То есть у нас очень много различных планов и различных направлений деятельности, в которых мы будем продолжать участвовать. Еще я хотела бы сказать, что мы будем продолжать, я очень надеюсь, участвовать в конкурсах субсидий Министерства по делам территории информационной политики Рязанской области. Мы участвуем, опять же, по двум направлениям нашей деятельности. Это гармонизация межнационального мира в регионе и вот социальные услуги. Для нас эти направления равнозначны, потому что мы понимаем, что для нас важно и одно, и другое. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова